Супруга известного адвоката Икрамедина Айткулова-Раушан написала заявление в надзорный орган и потребовала привлечь к ответственности президента Сурамбай Джеймбекова и других ответственных чиновников за то, что они не подготовились должным образом и допустили массовую смертность от коронавируса. Смертность в Кыргызстане на сегодня очень высокая. 6%, выше 6% смертность наших граждан. Люди, которые приезжают в больницу, погибают либо в тот же день, либо через день. Поступают в тяжелом состоянии. Я уже писала в одном из своих постов о том, что дурная голова ногам покоя не дает. Если бы в период карантина правительство вместо того, чтобы тратить деньги на то, чтобы мыть улицы, базары, где никто и так не ходил, приобрело элементарные компьютерные томографы, было бы совсем по-другому. Генеральная прокуратура заявление бывшей журналистки на удивление приняла. 13 июля поступило заявление от гражданки Раушан Айткуловой о привлечении к ответственности президента Кыргызстана Сурамбай Джеймбекова и других высокопоставленных чиновников за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и ежедневные смерти. Заявление зарегистрировано в общем отделе прокуратуры. Айткулова считает, что Сурамбай Джеймбеков не может после всего, что произошло, занимать должность главы государства. Лучшее на сегодня для вас это извиниться перед народом, что не смогли стать тем лидером, на которого все мы возлагали надежды, и сложить добровольно полномочия президента Кыргызстана. Без передачи власти в надежные руки. Кыргызстанцы сами выберут достойного главу государства. Мы объявляем вам импичмент, господин президент. Уходите. Между тем, на сайте change.org появилась петиция в поддержку заявления Раушана Айткуловой. Идея привлечения Джеймбекова к ответственности кыргызстанцам понравилась. Люди активно подписывали и распространяли петицию. За короткое время ее поддержали полторы тысячи человек. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Накануне вечером ряд информагентств распространил сенсационную новость. Сайт change.org перестал работать на территории страны. То есть его просто заблокировали. Активисты и факт-чекеры уверены, блокировка сайта напрямую связана с петицией о привлечении Сорумба и Джеймбекова к ответственности. Это очень приспорно, потому что такой путь, он как бы легче для исполнения для сотрудников аппарата президента. Но в то же время это ведет по пути становления Туркменистана или Северной Кореи. То есть такой жесткой тоталитарной страны, в которой не будут озвучиваться проблемы и, соответственно, проблемы не будут решаться и так далее, и так далее. Это высокий уровень коррупции, это вседозволенность властей. Члены команды Сорумба и Джеймбекова к таким шагам прибегают в последнее время довольно часто. Не так давно они не придумали ничего лучше, чем удалить из YouTube-канала президента его обращение. Властям не понравилось, что под видео люди оставили тысячи критических комментариев и еще больше дизлайков. Теперь обращение президента нельзя ни комментировать, ни оценивать. Удалить, заблокировать. С критикой в свой адрес власти почему-то борются только так. Вчера в ГКНБ вызвали стендапера Назгуль Аламкулову и заставили ее удалить критические посты в адрес действующей власти. Да, и кстати, ребята, я несколько публикаций удалила, так как попросили удалить. К слову, на каком основании провайдеры ограничили доступ к сайту петиции, так и непонятно. В change.org не было каких-либо экстремистских материалов. По закону блокировать сайты можно только по решению суда. Продолжение следует...